В Твери продолжается проведение профилактических рейдов, в рамках которых представители различных ведомств проверяют соблюдение жителями региона масочного режима. Напомним, обязательное ношение масок из-за угрозы распространения коронавируса было введено в Тверской области постановлением губернатора Игоря Руденя. С 12 октября появляться без средств индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте запрещено. О том, как тверичане соблюдают это правило, в нашем первом материале выпуска. Мы проводим мониторинговые мероприятия, непосредственно как хозяйствующие субъекты разные, в том числе розничная торговля, соблюдают меры при распространении новой коронавирусной инфекции. Очередной день, очередной рейд. На этот раз многочисленный десант из сотрудников регионального управления Роспотребнадзора и полиции высадился на привокзальной площади в Твери. Первым делом представители ведомств направились в крупный торговый центр, расположенный неподалеку. Напомним, с 12 октября посещать подобные места, а также находиться в общественном транспорте без маски запрещено. Соответствующее постановление было подписано губернатором Игорем Руденей. И пока, как показывает практика, данного правила горожане в общей массе придерживаются. Без преувеличения на каждом посетителе магазина средства индивидуальной защиты. То же самое можно сказать и о пассажирах пригородных поездов. Впрочем, некоторые из тех людей, кто надевает маски по непонятным причинам, относятся к подобным мерам защиты от инфекции со скепсисом. Не особо я верю в эти маски. Больше то, что дистанцию лучше все-таки соблюдать. И поменьше бивать именно там, где массовое скопление. Однако при подавляющем большинстве людей, которые обязательный масочный режим соблюдают, находятся и те, кто по-прежнему не стремится надевать средства индивидуальной защиты даже в общественных местах. С такими гражданами проводится профилактическая беседа. Им вручается памятка о необходимости ношения масок. Масочку надевать должны в общественном транспорте. А почему не надеваете? Нет у меня в наличии. Поберегите себя, я окружаю. Я понял. Вместе с тем, как напоминают специалисты Роспотребнадзора, людей, игнорирующих санитарные требования в условиях режима повышенной готовности, власти могут привлечь к административной ответственности. Дело может дойти и до финансовых санкций. За нарушение масочного режима Кодекса административных правонарушений Российской Федерации предусмотрены предупреждения или возложения штрафов. На граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора. О необходимости ношения масок и других средств индивидуальной защиты, а также соблюдения социальной дистанции и иных простейших санитарно-эпидемиологических требований, жителям Турской области напоминают и врачи. Сохраняющиеся угрозы распространения COVID-19, а также рост заболеваемости традиционными для осени ОРВИ и гриппом, вызывают у медиков определенные поводы для беспокойства. Ситуация действительно очень непростая, и каждый, наверное, это чувствует. Круг сужается. Мы все живем вот в таком небольшом городе, в небольшой области, по сути своей. Мы все пересекаемся друг с другом. Сегодня от каждого из нас зависит, заболеем мы, заболеют наши родные, близкие, соседи, друзья или просто незнакомые люди. К этим словам присоединяется и наш телеканал. Помните, что именно от вас зависит ваше здоровье и здоровье тех, кто вас окружает.